Сегодня, 30 мая 2013 года, нежданно-негаданно к координатору Федерации автовладельцев России Вадиму Коровину пришли оперативники и начали обыск. Несколько дней назад Вадим Коровин не уступил дорогу по встречке к кортежу замминистра МВД господина Кирьянова. Тогда полицейские стерли данные с видеорегистратора и, прищурившись, заподозрили в наезде на полицейского. 31 мая должен был состояться допрос, но у следаков засвербело, и они нагрянули с обыском на день раньше. У подозреваемого отключили телефон, а вход в квартиру Аки Амбразуру закрыли телами полицаев. Здравствуйте. А что здесь происходит, не подскажете? Ну, если вы здесь находитесь, наверное, знаете. Нет, мы не в курсе. Не в курсе? Здесь обыск, да, происходит? Что ищем? Без понятия. Здесь работают оперативники, мы не в курсе. Мы не в курсе. Может, пропустите нас? Нет. Почему? Ну, потому что запрещено. А кем запрещено? Тем, кто проводит. А кто командует парадом? Не знаю. По некоторым данным, приказ мочить фаровца исходит от самого министра внутренних дел Колокольцева. Он, как и Путин, своих не сдает. У Вадима внезапно утром нагрянули оперативники, сейчас у него происходит обыск. По какой причине они не предупреждали, адвокатов они не предупреждали о том, что такое будет происходить. Когда они пришли в квартиру, естественно, не было ни адвокатов, никого. Вадим был дома. Это было, да, рано утром. Вот. Слава Богу, что ребенок в садике. Потому что, конечно, вообще совершенно неожиданно так нагрянуть, да, в квартиру, где находится еще маленький ребенок. Вот. А что ищут, мы совершенно не знаем. С какой стати связан обыск, связан вообще с делом, который относится к дороге и к ДТП, да. Совершенно непонятно, даже если это уголовное дело. А в данный момент приехал Олег Белов, адвокат Коровина, и Сергей Бадамшин. Его долго не пускали, сейчас он внутри. А кто вы изъяли? Господа следователи. Какие вещественные доказательства были найдены? Я арестовал. Не знаю, где все закончится. Как настроение? Что они искали? Настроение боевое. Они искали информационные накопители. Ну, все информационные накопители, которые были, там, в виде флешек, там, чего-то еще. Какие-то ноутбуки, которые я ремонтировал. Все изъято сейчас. Что они предъявляют вообще? Мне сейчас ничего не предъявлено. Сейчас я еду на допрос. Я пока в статус подозреваемого. Пока таковым остаюсь. Подозреваемого в чем? Подозреваемого в совершении наезда на сотрудника полиции, умышленного. Чего, естественно, не делал. Они не будут. По окончании обыска Вадим Коровин был отвезен в Следственный комитет по Московской области. Таким образом, Вадим Коровин остается в статусе подозреваемого. Сегодня у него впереди допрос. И давление на общественных деятелей продолжается. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин. Политвестник ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...